С тех пор, как в конце 15 века Колумб привез табак в Европу, количество курящих людей во всем мире насчитывает десятки миллионов. На Руси табак впервые появился в 1585 году. Приплыл он к нам в виде дорогого заморского товара из Англии. И сегодня, увы, в России курит едва ли не каждый второй. Если в США и странах Западной Европы от никотиновой зависимости удалось избавиться нескольким миллионам человек, то в нашей стране количество курящих растет в арифметической прогрессии. По данным Роспотребнадзора, за последние 20 лет число курильщиков в России увеличилось почти вдвое. К сожалению, тех, кто медленно, но верно разрушает собственное тело, становится все больше. День борьбы с курением весь мир ежегодно отмечает 31 мая. Мы считаем, что необходимо напомнить всем курильщикам, чем опасна никотиновая западня. Фактор риска возникает при курении не только в легких, но и по ходу всего этого дыма и всех этих мелких частиц, которые вдыхаются вместе с дымом. То есть это начиная губы, полость рта, язык, слизистый щек. И чем ниже, тем больше заглатывается дыма. Связки голосовые, пищевод, желудок. По всему, так сказать, этому пути может возникнуть все, что угодно онкологическое. Кроме того, никотин – мощный фактор, способствующий развитию сердечных заболеваний. Атеросклероза, энфиземы, стенокардии, тромбоза, хронического бронхита и астмы. Но и это еще не все. Если опять же про сосуды говорить, то облитерирующий энтертериит – это очень тяжелое заболевание, которое поражает мелкие сосуды, капилляры. И у людей длительно и много курящих зарастают эти, запустевают эти сосуды и могут развиваться гангрены. То есть люди лишаются конечностей. Опыт, о котором мы вам расскажем, был проведен в Воронежской медицинской академии. Для него понадобились обыкновенные лабораторные мыши, несложное сооружение, так называемый прибор Тищенко, вода из-под крана и, конечно, сигареты. Прибор состоит из небольшой стеклянной банки с двумя отверстиями, тонкой стеклянной трубки, а также резинового шнура и шара, который выполняет функцию насоса. Все очень просто. Сигарета вставляется в трубку, поджигается и сигаретный дым, проходя через шланг, попадает в банку, отравляя воду никотином, фактически превращая ее в яд. Для того, чтобы окрасить воду в желтый цвет, достаточно всего одной сигареты. В темно-коричневой – шесть. Берем чистую пробирку, абсолютно чистая пробирка, переливаем нашу жидкость после шести сигарет. По цвету напоминает, наверное, крепкий чай. В сравнении с водой, да. Вот та вода, которую мы наливали изначально. Представляете, какой концентрации здесь находятся все вредные вещества. Затем нужно набрать всего один миллилитр этой смертельной жидкости. Эту страшную инъекцию мы вводим грызуну подкожно в загривок. Мышь весит всего 20 граммов, поэтому смерть наступит меньше, чем за минуту. Мышь постепенно замедляет бег, появляются судороги, задние лапы отнимаются, и она двигается только на передних. Вот мышь опускается на бок, наступает агония, грызуна настигает смерть. Возможно, многим этот опыт покажется чересчур жестоким. Но ведь, по сути, лабораторные мыши, хоть и бессознательно, но ценой собственной жизни пытаются сохранить здоровье миллионам курильщиков. Смотрите, делайте выводы, бросайте курить сегодня, завтра может быть поздно. Несмотря на то, что любой курильщик прекрасно знает, что сигареты, сигары и трубочный табак наносят колоссальный вред здоровью, избавиться от курения стремится далеко не каждый. Все знают, что никотин – яд, но практически никого это не останавливает. Почему же курильщики, зная о смертельной опасности, которой сами себя подвергают, все же продолжают методично разрушать свой организм? Ответ достаточно прост. Курение – наркотическая зависимость. Никотин – это наркотик. Это синдром зависимости, легализованный наркотик. Синдром зависимости от никотина. А синдром зависимости – это заболевание, которое течет по своим законам, как и все синдромы зависимости – алкоголизм, наркомания, токсикомания. То есть первая стадия, вторая стадия, третья стадия. Третья стадия – совсем разрушенный организм. Это человек, может быть, после инсульта, после инфаркта, онкология, все что угодно. Третья стадия. Пополнение армии курильщиков происходит в основном за счет вовлечения в ядовитые облака табачного дыма новых социальных групп – молодежи и женщин. Среди курильщиков уже 40% юношей и 20% девушек в возрасте 15-16 лет. И, к сожалению, нередки случаи, когда человек умудряется пристраститься к никотину в гораздо более юном возрасте. Очень много подростки курят, причем пик при общении к курению снизился до возраста 9-10 лет. И нередки случаи, когда и в 6, и в 8 лет пробуют сигареты, подражая взрослым. Тут как момент такой, я взрослый, папа с мамой курят, почему бы мне не курить, это значит не вредно, значит это хорошо. Если человек начинает курить в детстве, то вероятность того, что он станет употреблять потом более тяжелые наркотики, увеличивается многократно. Это учащиеся одной из воронежских школ. Раскованные девчонки. Видите, им абсолютно все равно, что в пяти метрах находится телеоператор, который направил объектив телекамеры прямо на них. Но откуда же у них сигареты? Вроде бы наше законодательство запрещает продажу табачных изделий лицам, не достигшим совершеннолетия. А этим девочкам точно меньше 18 лет. Проведем эксперимент. 15-летняя девочка попробует купить пачку сигарет в нескольких городских ларьках. Итак, ларек первый. Ларек второй. Ларек третий. Казалось бы, коммерция есть коммерция, и приходится продавать все и каждому. Какая удобная позиция для продавца. Но в этом случае она абсолютно неприемлема, потому что никотин – наркотик. Подростки же знают, что одна сигарета их не убьет, но никто из них и не предполагает, что приобретает зависимость от никотина. Сегодня все больше молодых людей становятся заложниками табака. В том числе и потому, что сигареты абсолютно доступны несовершеннолетним. В 2008 году Государственная Дума России, догоняя Европу, внесла поправки в проект, ограничивающий курение табака в стране. Документ ввел полный запрет на курение на рабочем месте, в больницах, школах, государственных учреждениях. Дальше больше. Антиреклама на пачках с отравой. Теперь на каждой красивой пачке с сигаретами в черной рамке предостерегающий лозунг. Курение – причина рака легких, обратитесь к врачу, чтобы бросить курить и многие другие. Следующий этап борьбы, говорят, размещение цветных фотографий с пораженными органами человека. Но, несмотря на борьбу и антирекламу, сигареты по-прежнему продаются в так называемой шаговой доступности. Результатом от многолетнего курения является то, что мы сейчас видим вот на этом объекте. Это легкие курильщика, которые должны быть ровным цветом таким, розоватым, а не черного цвета. И так у каждого курильщика. К счастью, ни котин, ни героин. От него гораздо легче отказаться. И бросить курить может каждый. Бросить курить очень просто. Ну, но самому сказать себе. Я больше не курю. Сжать пачку сигарет и выбросить. Тем, у кого не получается справиться с никотиновой зависимостью самостоятельно, на помощь придет современная медицина. Иглотерапия существует, психотерапия различных видов, с различными техниками. Можно использовать. Ну, собственно, вот хорошая мотивация обязательно. Вот. И человек может, конечно, бросить. Если вы курильщик, то лучше вам выкарабкиваться из никотиновой ловушки. Да вы и сами это прекрасно знаете. Помните, вы ни от чего не отказываетесь. И ничего не бросаете. Вы избавляетесь от страшной болезни. Не только 31 мая, всемирный день борьбы с курением, прекрасный день для того, чтобы начать жить без сигарет. Для того, чтобы избавиться от никотиновой зависимости, подойдет любой. Не бойтесь неудачи. У вас все получится.